Что читать современным детям? Какие современные писатели пишут для них? Библиотека номер 18 Северного округа продолжает знакомство с современными писателями. Юлия Лаврящина родилась 3 мая 1965 года в Кемерове. Писать начала с 8 лет. В школьные годы Юлия Лаврящина сочняла стихи и прозу, но никому не показывала написанное. Известность в литературных кругах принес рассказ «Веселенький денек». В 1991 году увидела свет книга «Страсти по неведомому». В нее вошли повести три рассказа Лаврящиной. Затем появился спорник рассказов «Веселенький денек». Героями ее первых произведений часто становились подростки. Книги Лаврящиной имели успех. Она часто встречалась с писателями в библиотеках, школах, клубах. Презентация своих книг превращала в театрализованное действие. Сцены звучали стихи, музыка, отрывки из новых произведений. Первая книга Лаврящиной для детей также вышла в 2004 году. Это повесть фэнтези «Улитка в тарелке». История о несбывшейся жизни, об ответственности взрослых за детей, о жестокости и надежде. «Улитку в тарелке» Лаврящина называет своей самой успешной книгой. Следом появились и другие книги «Мальчик-игрушка», «Свободный от детей», «Жаркий лед», «Девочка-рыбинзон» и другие произведения для взрослых читателей и подростков. Сегодня Юлия Лаврящина автор более 50 книг для детской, подростковой и взрослой аудитории, сборника стихов, ряда киносценариев и пьес, обладатель многих премий и наград. Юлия Кузнецова родилась 19 января 1981 года в Москве. В 16 лет написала свой первый рассказ о ненависти. Будучи студенткой филологического факультета МГУ, написала две учебные книги по английскому языку, 50 забавных английских рассказов для тебя и твоих друзей и 50 полезных диалогов на английском языке для тебя и твоих друзей. Творчеству Юлии Кузнецовой свойственно тематическое и жанровое разнообразие. Она пишет сказки для малышей, рассказы для детей и подростков, детективы, романы, приключенческие и психологические повести. Со слов автора ее любимый жанр – психологическая повесть. Юлия Кузнецова не боится говорить о серьезных и важных темах, понятном современному ребенку и подростку языком. С наибольшим трепетом Кузнецова относится к первой своей книге «Выдуманный жучок». Это книга о тех, кто научился достойно жить с неизлечимой болезнью. В 2013 году вышла повесть «Помощница ангела» о дружбе, любви, добре, сострадании. Широкую известность и самые престижные литературные награды Юлии Кузнецовой принесли повести «Где папа» и «Фонарик лилька». Большой интерес у читателей и критиков вызвала трилогия «Первая работа» о трудностях выбора, взросления, об отношениях подростка к работе, к родителям. В 2014 году состоялась презентация новой повести Юлии Кузнецовой «Дом П». Юлия Кузнецова любит встречи с детьми, потому что дети задают каверзные вопросы и дарят вдохновение. Она считает, что важно писать так, как ты сам говоришь, любишь, думаешь. А в творчестве нужно максимально следовать правде жизни, но стараться выбирать для своей книги счастливый, насколько это возможно. Конец. Катя Матюшкина. Знаменитая петербургская детская писательница и художник. Автор популярнейшей серии среди детских сказочных детективов «Ага, попался», «Носки в розь», «Лапы вверх» и «Прикольный детектив». Ее книги пользуются огромным успехом. Книги Кати Матюшкиной похожи на настоящий фейерверк. Это и увлекательные детективные истории, и веселые учебники, и альбомы для рисования, и сборники интересных игр. Прикольные детективы Кати Матюшкиной держат внимание ребенка ничуть не хуже нового диснеевского мультфильма или яркой компьютерной игры. А все почему? Просто там много, очень много действий, неожиданных поворотов, смешных ситуаций, ярких картинок, необычных заданий и настоящих квестов, которые нужно пройти, чтобы помочь героям добраться до цели. У нее нет наград и регалий, но ее книги есть в каждой российской библиотеке. Она не является членом Союза писателей, но общий тираж ее книг превысил 3 миллиона экземпляров, а одна из них была отмечена журналом Forbes в списке 10 лучших детских детективов десятилетия. Она решила стать детским писателем, долго шла к этому и сделала себя сама. На нее обрушился шквал критики, но она выстыла и стала сильнее. Она ездит по стране на встречи с читателями и бесплатно обучает начинающих литераторов, совершенствуя их писательский уровень и успевает писать новые книги. Кате Матюшкиной очень повезло, она не только пишет остроумные, захватывающие тексты, но и сама же их иллюстрирует. В то время как обычный писатель лишь может написать историю, Катя, кроме этого, продумывает до мелочей всю структуру книги и затем рисует целую кучу иллюстраций. Так, чтобы каждый интересный момент был проиллюстрирован, чтобы каждый разворот был с рисунком, над которым можно посмеяться или подумать, если там есть требус или загадка. Марина Москвина родилась в Москве 25 июня 1954 года. Книга рассказов «Моя собака любит джаз» в 1998 году получила почетный диплом международной премии Андерсона. В 1981 году начинается сотрудничество Москвиной с Союзмультфильмом. По ее сценарию снят мультфильм «Что случилось с крокодилом», получивший множество премий. Всего по ее сценариям, сказкам и рассказам снято около 20 мультфильмов. В 2002 году во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства состоялась выставка художественных работ Москвиной – картин, фотографий, свитеров и кукол. Многие книги Марины Москвиной иллюстрируют ее муж-художник. Произведения Москвиной переведены на английский, французский, датский, японский, китайский, чешский, словацкий, эстонский и сербский языки. Ася Петрова родилась 28 октября 1988 года в городе Ленинграде. В подростковом возрасте Ася начала писать художественные тексты, мечтала стать переводчиком. Она окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, французское отделение и магистратуру университета Сорбона в Париже. С 2015 года кандидат филологических наук. В этом же году получила докторский диплом университета Сорбона. На втором курсе университета Петрову пригласили поработать в студии художественного перевода. Она перевозила рассказы для сборника. Со слов автора, после этого бросить перевод было невозможно, ведь перевести чужую мысль порой сложнее, чем изложить собственную. В настоящее время Ася Петрова автор более 40 книг-переводов. Анастасия свободно владеет английским и французским языками. Также изучала немецкий, испанский и итальянский языки. В 2009 году на литературном фестивале молодые писатели вокруг Дед Гиза прочитала свой первый рассказ для детей «Волки на парашютах», который вошел в сборник «Как хорошо уметь читать». Так состоялся ее дебют в детской литературе. Книги Аси Петровой «Кто не умер, танцуйте диско» и «Чувства, у которых болят зубы» получили громкий резонанс в читательской среде. В 2015 году успех автору принесла книга «Короли мира». В 2018 году Ася Петрова была включена в почетный список Международного совета по детской книге. Тамара Михеева родилась 26 февраля 1979 года в городе Усть-Катов Челябинской области. Мама, режиссер Народного театра во Дворце культуры, часто приводила своих детей. Вспоминая о своем закулисном детстве, Тамара Михеева написала свой небольшой рассказ «Алька». Вообще, Тамара Михеева с детства любила читать. Сочинять истории Тамаре нравилось не меньше, чем читать. Первую свою сказку она написала уже во втором классе. В 2001 году Тамара Витальевна стала студенткой литературного института. За годы учебы написала для детей несколько повестей. «Две дороги, один путь», «Лысый остров», «Асина, лето», «Летние истории». В книге «Лысый остров», переизданной под названием «Дети дельфинов», речь идет о необычном острове, где расположен научный центр, изучающий океан и его обитателей. На нем живут взрослые и единственный мальчик 12 лет, сережка по прозванию «Листик». Однажды на острове появляются его ровесники, брат с сестрой. В повести рассказывается и о дружбе, ребят, и необыкновенных приключениях с ними, которые заставляют читателя не только удивляться чудесам, но и задумываться о многих серьезных вещах в их жизни. «Асина, лето» – это сказочная повесть. Ее героиня – девочка с именем Прасковья, а проще Ася. Она отдыхает в детском оздоровительном лагере. С ней происходят чудесные приключения. Она становится волшебницей, умеет летать, знакомиться с гномами, помогает чудесному выздоровлению мальчика Кольки, который ей очень нравится. Знакомьте детей с современной литературой и современными писателями.